вчера из-за ястреба не получилось снимать тот ролик который я как бы хотел снимать про жидкий помет голубей но опять же прежде чем до этого дойду самого ролика дойду сейчас как дорога ложка к обеда но поскольку сейчас вот как бы выплаты youtube приостановлены то есть как бы youtube не платит деньги потому что раньше очень многие говорили там думали что я на это как-то зарабатываю это мой кусок хлеба тут это в общем ну сейчас нету всего этого да вот хочу просто это да высказаться вот дорогие мои сотни из вас кто смотрит мои ролики со мной созвонились если не тысячи и вы не поверите каждый из вас когда созванивается со мной говорит одни и те же слова да брат смотрим дорогой дядь гагик там смотрим твои ролики нравится все это делаем но когда я смотрю на мои ролики дорогие мои всего лишь несколько пару там ну два три четыре десятка людей максимум который постоянно ставит лайки и пишет комментарии опять же вот объясню сейчас нет выплаты то есть от того что много будет лайков много будет комментариев да там то есть просмотра много денег много то есть я не могу сейчас заработать на нем да но когда вы ставите лайки комментарии об этом никогда не говорил чтобы мне как бы не говорили да вот он блогером хочешь чтобы это да можем когда вы ставите лайки пишите комментарии этот ролик поднимается в рейтинге и такие как вы которые пользуетесь этими советами могут увидеть те которые не знают те которые не видели да тоже могут увидеть он там рогает да могут увидеть этот ролик и пользоваться этими же советами ведь поймите дорогие мои от того что ваша птица будет лучше здоровее финансово мне ничего это да не достанется мне будет только моральное удовлетворение что у людей получилось что я делал что-то хорошее и это оценилось и это будет оцениваться и вами же поэтому дорогие мои я никогда не говорил об этом да но либо не лгите мне что вам все вот этот нравится вот постоянно смотрите да потому что ну результат как когда мне что-то нравится я смотрю какой-то ролик я обязательно ставлю лайк и пишу пару слов во первых благодарны свой выражаю то что там люди вот по этой теме объяснили там я уже понял что это такое на то что мы во вторых другие которые не знали об этом что тоже могли бы знать вот очень часто даже бывает по тик току там ноги потеют что можно делать от этого там даже у мужчин многих ноги потеют какими средствами можно даже по таким мелочам по таким мелочам когда мы распространяем мы даем шанс тем которые не знают об этом узнать об этом это так все на всякий случай в общем теперь другой там из ребят пишет это да голубка несет в это да но яйцо постоянно дорогие мои голубки не несут по одному яйцо точно так же они не несут по 3 по 4 по 5 по 6 они несутся всегда по два яйца если голубка снесла одно маленькое яйцо одно маленькое яйцо то все после этого она больше не несется она перестает нестись бывает такой да ну как скажем у женщин климакс начинается все у него больше месячных не бывает точно так же у голубок бывает то есть несутся они два по 2 штуки точно так же еще раз по три по четыре не несутся она несется два яйца вот в этом гнезде вот в этом гнезде сейчас два яйца это гнездо это гнездо вот это чубатой голубки но она сейчас опять со вторым яйцом вот одно яйцо снесла второе завтра или послезавтра снесет откуда у него появилась там сейчас будет 3-4 яйца будет в это же гнездо лезет другая голубочка вот она нет в общем другая голубочка лезет сюда же понимаете то есть в одном гнезде несутся две голубки три голубки и поэтому у вас будет четыре яйца шесть яйца я тогда показывал когда у меня там это сизый голубь по 4 это голубок держал так то восемь яиц было но голубки то несутся по два яйца они бы это да значит что происходит с тем яйцом почему она несется одна либо это яйцо в небе если вы гоняете голубей вот почему я часто говорю видите хвост приспущено да яйцо в заднице не надо выпускать это догонять такие голубей они сами не пойдут если вы на сильных не поднимите как очень многие говорят вот если мы сейчас голубей поднимем голуби уйдут останутся в ночь поэтому морога рано 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 утром можем поднимать вот это да это глупость очередной если голубь не хочет летает то ты его хоть рано утром под ними хоть вечером поднимена не будет летать то есть если голубка с яйцом она не захочет летать если даже она приподнялась она несколько кругов даст им спуститься сядет потому что она должна то же самые голубки на птенцах и на яйцах да они долго не будут летать у них материстский истик работает четко но если конечно это не надо на голову больные голуби да там путем и брынтика полученные то есть но тупые дауны если все у них нормально то они не будут идти она будет возвращаться и кормить этого вот второго показа вот смотрите видите это я недавно корм купил другой начал перемещать сейчас походу придется помыть видите что творится это все гору причина корма то есть от чего рыгает голуби голуби рыгает от корма первую очередь а потом уже от болезни то есть голубки голубки да вот все вот это да еще есть такое очень вот у меня все замечательно дорогие мои есть индивидуальные случаи вот это голубка я уже сколько лет это голубку показывает а черная голубка света до по середине разрезано она уже ну пять лет его показываю до того она вообще не не слазо несколько лет она вообще не слазо-то голубка это довольно взросло голубка до этого общения здесь false потом несколько лет она десла greatness пленкой то есть она снесла это яйцо без скорлупы ну село и все она лопнула и есть яйцо с пленкой. Так вы его и не заметите. Потом у него пошло потихонечку. Одно яйцо вышло чуть-чуть с корлупой, другое вышло там с пленкой. Без корлупы. Потихоньку, 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 потихоньку. Вот последний раз она мне снесла два яйца. Сейчас. Два яйца. И обои полноценные. Сейчас покажу. Видите? Вот два яйца. Сейчас потяну, наверное. Хотя, хотя, скорлупа опять тоненькая. Тоненькая. Видите? Кстати, то, что сапсана были занесены красную книгу, почему они это, да, как бы, были занесены, что с ними стало, это было из-за тоненькой скорлупы. Когда в полях употребляли химикаты, от этого химиката, у них скорлупа стала тоньше, и птенцы, как бы не вылуплялись, так и сапсанов стало меньше. В общем, если сейчас кто-то скажет, вот, видишь, это же медный купорос, это же химикат, и по поводу этого, да, то для таких я первоначально объясню. Эта голубка несла пленка, с медным купоросом уже начала нести нормальные яйца, понимаете, то есть, нисхождение получается. То есть, по одному яйцу голубки не несутся, несется последний раз одно маленькое яйцо, и все, больше этого не несется. Либо она выронила, либо в чужом гнезде она снесла, либо одно яйцо было тоненькое, и она разбилась там. В общем, да, они могут на себя даже выносить. Теперь по поводу, переходим по этой, по жидкому помету. В общем, что такое вообще жидкий помет, почему она появляется, да, вот, вот, понятие жидкий помет, она же тоже растержимая, вот, это вот очень такой, жидкий помет может быть больной помет, может быть просто жидкий помет. Да, если мы говорим, что в голубей не должно быть жидкого помета, в общем, то давайте начнем с того. В общем, мы когда ходим в туалет, мы отдельно мочимся, и отдельно по мочам уходим. Да, у нас отдельно есть мочевой пузырь, и этот. В общем, у голубей этого нету. У голубей моча с калом выходит, с пометом выходит совместно, вместе. То есть, одновременно они писают и какают. Когда мы можем это делать отдельно. То есть идеального сухого помета, как у барашек, какашки, да, когда мы говорим, катушки должны быть, как у барашки. У голубей не может быть поменье. Понимаете? Она все равно будет жидковатая. Все равно будет какой-то жидкость в этом помете. Кстати, сейчас еще покажу. Вот смотрите, большой кусок помета. Да, очень часто там мне там даже из ребят многие там писали, особенно из молодых, да. Дядь Гагик, вот голубка вот такой, да, там высрала, извиняюсь за фразу, высрала такой огромный, огромный вот этот, да. Это чем она болеет? Это не болеет, дорогие мои. Когда голуби сидят на яйцах, они могут часами сидеть. Если они часами сидят, сидят в этом, да, в гнезде, естественно, они в туалет не ходят. И это все собирается, собирается, собирается. И когда они выходят, у них прямо получается такой, да, огромнейший такой, не маленький катушка, а прямо огромный помет получается. Это в порядке вешения. Не бойтесь. Это нормально. Вон там тоже кусок валяется. То есть это у голубей, которые вот сидят на этих, да, на яйцах, на птенцах. Тоже, вот смотрите, размер. Видите, тут несколько получается. Сейчас скажут, вот, старый, да, там, что покажут, давно нам покажут. Ну, это тоже надо. Тоже, видите, вот там большой кусочек получается. Это вот все вот это. Значит, по поводу помета. Всегда я говорю, да, причину, причину. Необходимо узнать причину. Из-за чего. Вот если голубь ест глину. Глина это связывающее вещество. Минералке мы даем глину. Глина, она связывается. Когда связывается, естественно, у него получается помет, как бы, такой катышкой. В общем, кусочек, да. И жидким он может. Он может как водой писать. Прямо вот водой дрешать. Ну, это в порядке вещей. Это от глины. Это может быть от сыворотка. Это может быть от творога. Это может быть от рыбежира. Это может быть от витаминового, от чектоника, от того-другого, да. Все вот это, это нормально. Это не больной помет, да. Это не от болезни жидкий помет. Это от того, что они ели. Это последствия того, что они ели. Да, допустим, если мы там выпьем свекольный сок и пойдем в туалет, да, у нас будет темный такой, коричневого цвета моча. Если выпьем зеленый чай, она будет светлого цвета. Или водичку будем пить. Если мы выпьем это, то есть все вот это как бы передается через организм, да. То есть это результат. Если голуби ели много травы, то, естественно, у них помет будет зеленого цвета, может попасть зеленого цвета. Если он ел одну траву, то у него помет будет зеленого цвета. А если он вместе с травой чуть-чуть траву поел и корма поел, то не будет зеленого цвета. Будет обыкновенно это, да, там. То же самое бывает там, когда творогом кормят или то. Вот там желтый у него пошел. Потом бывает помет жидкий от перепада температура, от влаги. Вот у нас сейчас пошли резкие перепады температуры, да, там тепло, холод, тепло, холод, вот такие вещи бывают. В общем, естественно, мы же тоже, когда вот у нас детишки, даже мы сами, когда простываем, но у нас же живот слабее. Мы же тоже начинаем поносить. Чисто из-за того, что мы замерзли, да, мы простыли. От того, что у нас появилась простуда, у нас помет, можно это помет, говорю, у нас кал может стать жидким, то есть мы можем поносить. Что-то поели. Выпили прокисшее молоко, естественно, будем, да, будет понос там, ну, будет рвота. Почему вот я и показал, да, голуби, видите, там это, да, рыгают, короче. Ну, что, в принципе, сейчас я не покормил, может там кусочек соли попался, он соли глотнул, может, то есть, ну, что-то происходит. Именно то, что происходит, мы не всегда можем понять. Я сейчас покажу один ролик, который мне из ребят скинули, друзей, и продолжу. Так, тяжеловато в одного, но попробуем. Сейчас я покажу. помёк, хороший. Ну, вот, еще раз, сейчас, начинку. Вот так вот, коротенький. Видите? Ну, вроде, не больной, ничего. Еще раз. Я знаю, настолько хорошо я снял. Да, теперь, что это было? Ну, как мы, как мы обычно это, да, там, по больным голубам, рассаживаем и начинаем смотреть, какой у него помет, какое поведение, да? Ну, как видите, у этого голубя не было ни жидкого помета, ну, и по координации все, он четко, нормально, ну, абсолютно, как бы здоровый голубь. Ну, человек, который уже очень давно общается со мной и внимательно слушает то, что я говорю. Ну, то есть, то, что объясняет. Да, он увидел у себя в голубятне, что это довольно взрослый голубь. И этого взрослого голубя все бьют. То есть, когда вот мы смотрим голубятни, да, там, то есть, вот они там, пескуны, пищалки, там, то же самое многие говорят, вот пескун упал с гнезда, его забили, да, там. Ну, во-первых, пескуну с гнезда падает уже такой более-менее оперевший, да, если он совершенно лысый упал, это другое дело. Ну, что, ну, когда оперевший в песку, его не могут раздолбить. Он прячется, он дерется, там, в общем, то есть, они, как бы, за себя, это, да, умеют стоять, да. Этого голубя все остальные начали бить. То есть, его же сородничи его бьют. То есть, мы пока не видим, что этот голуб больной, потому что помет у него хороший, кушает хорошо, ходит хорошо, там, это, да, вроде все нормально, но он уже болеет, у него уже идет инкубационный период. То, что видит его сородичи, и то, что видит хищник, почему я очень часто говорю, что мы не видим этого, мы не можем этого понимать, но хищник это видит в идеале, и поэтому у него четко забирает, понимаете. То есть, один из параметров, то, что вот у вас есть, это, да, это подсказка, да, что можно делать, да, допустим, у голубей появилось, вот, ну, зашли в голубя от него, видели где-то жидкий помет, да, там, ну, надо присмотреть за кого-то, там, увидели, что это у этого голубя жидкий помет. вы теперь его берете под контроль, вы уже будете постоянно смотреть на него, да, ну, отсадите, посмотрите, может, там, это, да, помет жидкий, но голубь бодрый, его никто не бьет, он сам всех бьет, понимаете, либо этот голубь хроник, хронически больной, в общем, либо у него через день, через два это все пройдет, в общем, смотрите, через день все, у него помет стал нормальным, все четко, да, но если этот помет продолжается, продолжается, и голубь активно, да, это хронически больной голубь, в общем, таких голубей, конечно, надо избавляться, потому что они сами, как бы, уже не болеют на фоне этого, да, там, лекарства того-другого. Но они будут распространять болезни в голубятни, особенно в влажную погоду, когда очень быстро все передается. Теперь вот про помет опять возвращаемся. То есть помет отличается на два вида. Слабый помет, жидкий помет, слабый помет. Жидкий помет и больной помет. То есть жидкий помет, это еще не говорит о том, что это больной помет. Я объяснил, если вы покормили тем, 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 дали попить это, 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 у них помет может стать жидким. У кого-то может жидким стать, у кого-то это опять индивидуально зависит от организма. Но если от этих случаев птица бодрая, летит нормально, не рыгает, плодится, все нормально, это у вас из-за питания, из-за корма, это за сыворотки, это за того, это за другого. Но если голубь уже слабый, нахохлившийся, его бьют, он координацию теряет, там, уже вялый становится, да, но это уже больной помет. И они отличаются. То есть в обоих случаях, да, вот голубь начинает дрожать жидким. У него помет становится жидким. Но в первом случае это от корма. Во втором случае это болезни. И вам необходимо отличить больной помет от просто слабого помета. Они совершенно разные. Они похожи, но они разные, да. Вот как, скажем так, да, опухоль рака. В обоих случаях опухоль рака. Но есть доброкачественная опухоль, есть злокачественная опухоль, понимаете. Но в обоих случаях это называется опухоль рака. То есть, ну, в любом случае опухоль рака, это уже ничего хорошего нету в этом. Да, если даже она доброкачественная. То есть в любом случае, если у вас голуби начали жидкое, это, да, появилось жидкий помет, это уже плохо. Значит, корм не такой, значит, это, да, такой. Но если злокачественная опухоль, если это уже больной помет у голубей, то это уже катастрофа. Поэтому по поводу помета будьте, это, да, внимательны. То есть нужно сидеть, нужно общаться с голубями. Я всегда говорю, у вас с голубями должно быть гармония. До того, чтобы они не стеснялись даже вот при вас сексом заебаться. И поэтому, дорогие мои, внимательно посидите в голубятни, пообщайтесь. Ну, возьмите лимонадик там, если кто пиво не пьет, чашку кофе, посидите. Во-первых, если вы будете сидеть в голубятни, у вас голубятни всегда будет чистой. Почему? Да потому что вы же сами дышите. Очень часто приходишь в голубятник, он говорит, захоти. Говоришь, не, ну и нахрен, я туда не хочу захотеть. Но просто видишь состояние этой голубятни, состояние голубятни, да, как он в дерьме находится. Ну, и желание пропадает зайти туда. Даже если там золото стоит, да, на полу. А когда вы часто сидите у себя в голубятни, наблюдаете за голубями, да. Ну, во-первых, как дети, они при вас. Я же недавно показывал, я говорю, смотрите, какие они сейчас, это, да, некрасивые такие, гадкие утенки. А потом как они красивее, красивее, все красивее, становятся там, и становятся картинками. Весь этот процесс вы будете видеть, и будет все замечательно. Так что, дорогие мои, на погод обращайте внимание, обращайте внимание. Но не забывайте, что у голубей нету, как у нас, да, они не могут отдельно мочиться и отдельно по-большому ходить, повалить. В общем, у них это идет совместно. И это очень часто еще и зависит от корма. В общем, параметров очень много, да, то есть очень часто может там попадаться. Но у вас не должны быть мокрые полы. То есть, если даже где-то попадется там мокрое пятно, мокрое пятно, она может даже и у пищалок быть. Вот таких может быть. То есть, это, да, которые в гнездах сидят, они частенько бывают. Вот тут, видите, тут даже вот есть такой там, он попочкой подходит туда и дрыжет. Может быть, жидковато, но это не говорит, что он болеет. Понимаете? То есть, при болезни голубь слабее. Вы координацию увидите. Ну, когда вы видите больного человека, уже видно, что этот человек больной. Понимаете? Этот человек больной. У него глаза уже не горят. Он уже такой пассивный, да, там. Вот даже вот среди этих голубей, вот смотрите, вот это чубатики, вот такой нахохлившийся сидит. Это пескульчик маленький. Но он не будет, вот видите, вот такой. Не в настроении сидит. То есть, надо посмотреть, что у него. Ну, у него сзади там помет сухо. То есть, это его место. Если бы он этот, лик у него началась, слабоватый такой, да, там. И по слабости тоже надо определить. От чего слабые, да? То, что я часто говорю, что хищник берет, в первую очередь, больных и слабых, да. Голуби на птенцах, на яйцах, они слабые. Пескуны, они слабые. Во время линьки голуби слабые, понимаете? То есть, не больные, а слабые. Как и вот больной помет и жидкий помет, да, слабый помет, понимаете? То есть, это разные вещи, понимаете? То есть, больной голубь, он останется больным. А слабый голубь, он, ну, откормит птенцов, и он опять будет сильным. Пескунчик этот, да, там, ну, чуть подрастет, он станет сильнее. Линька закончится, он опять станет сильнее, да, там. А на фоне корма чуть ослабли, корм поменяли, короче, стал нормальный, корм, он опять становится сильнее. Но при болезни, при болезни, к сожалению, к великому, это все не восстанавливается. Все это остается. Ну, что, сейчас поставим на паузу, накину на себя куртку и чуть-чуть визитную карточку пока. Ну, видите, как хорошо получилось. Пока ролик снимал, и солнышко вышло, и будет все нормально. Давайте, давайте. выходите, засранчики. Это вот тот малыш, который я показывал. Вот, видите. Вот, сейчас, вот, сейчас, вот. Кстати, вчерашнем ролике он тоже мне был. Что-то не хотят выходить. Перепад погоды, резко портит настроение в городе. Вот они сами, я ничего еще пока не делал. Красавцы. Куколка крутит, вертит. Мелочевки вот сейчас будут выходить. Ну, что, хорош. Кш, кш. 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 Не хотят. Не хотят, не хотят. Не хотят, хотят. Кш. 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 Давай, позорник. Халтуришь уже. Халтуришь уже. Кш. 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 Миру мир, голубям неба Не бойтесь Не лишайте их Такого права Бог им крылья дал А вы их не запрещайте Не хочешь? Опять за бой уходишь, дурачина Опять за бой уходишь Это черный чубатый Охрен, поймешь И он де-факто тех тоже показывал Смотрите, как улезает моментально Не хочет Вот о чем я говорю Когда голубь не хочет питать Вы ничем его не заставите Настолько прав Видите, насколько я громко Ну, черными тучами затягивает, конечно Это не смертельно Это вот куколка И как торпеда летит О, не, уже все На хвостик пытаются падать Лодочка дает Еще раз Меру мер Голубям небо Дорогие мои Не бойтесь Не бойтесь Гоняйте, гоняйте, гоняйте Чем чаще Чем больше будете гонять голубей Тем лучше у вас будет По-моему, дикарь пошел Тем они здоровее будут Опытнее будут Сильнее будут Лучше будет Вы ничего не потеряете Вы потеряете только больных Косых Хромых Так, не понял А что, черный чубат Не сел, что ли? Походу, нет Он все-таки пошел в лед Походу, он все-таки пошел в лед Сейчас Где он Только что попался мне в голову Вот он, по-моему, да Да Ну, вроде хотел Садиться Показываю Ну Как бы вот так, дорогие мои О, как красиво тянет Ой-ой-ой-ой Гоняйте, голубей Гоняйте, дорогие мои И потихоньку учитесь Потихоньку учитесь Если на самом деле Вам помогают эти советы Распространяйте его Пусть другие тоже узнают об этом Не только одни вы Надеюсь Пусть у других тоже все это получится Я Часами снимаю ролик Рассказываю Иногда нервничаю Да, там все показываю Вы буквально смотрите И можете просто поставить пальчик Вверх И написать Парус Еще раз говорю Вот-вот и Ютуба приостановлю За это мне денег не будет Если я живой Если кто-то там Думает, что я богаче стану У меня другой богатство Это духовный внутренний мир Всех благ вам, дорогие мои Гоняйте Не бойтесь Миру мира, голубям небо Пискочек скинул все-таки Снова воду Сегодня Ну а этих Держаних Будут так и летать По отдельности Вести Как бы вот так Удачи всем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok